ну что привет зритель я читала твои комменты я поняла что тебе хочется чего-то вот такого снова но я сейчас села немножко по-другому и у меня тут как бы обед я просто пила чай зеленый с молоком и поняла что наверное надо уже просто пожрать и у меня тут есть гороховый суп на курином бульоне столик стоит немножко неровно даже видно это по тарелке но он стоит ровно как бы не шатается но видно что горизонт завалит просто вот ну такая тут поверхность на улице я сейчас сижу за мной курс жасминовый который разросся восстановился с момента как я вот приехала последний раз туда четвертый раз передо мной остатки палисадника как раз вот уголок такой и березка короче у меня тут гороховый суп на курином бульоне куриный бульон я варила на голенях еще после приезд свой и убрала его морозилку потом приехала разморозила его сварила гороховый суп но он концентрат это давыдовский продукт который я уже как-то ела мунбанги на улице который тут был и я на него делала отзыв на реке я постараюсь когда уже залью это на канал оставить ссылочку посчитай пожалуйста мой отзыв никак не стать пять копеек за твой просмотр в общем тут концентрат гороховый суп давыдовский продукт очень вкусный но я делала в этот раз на курином бульоне тут у меня тогда курица варилась в специях немножко карии черный тмин и черный тмин тут иногда попадается конечно надо бы это с хлебом но я чё-то хлеба не достала я вот сейчас просто поем этого супа может быть даже две тарелки не в чашке тут есть зеленый порошковый чай мать тя с молоком и с обычным коровьем родственники мне привезли российское молоко я что-то так зависла над цветом флага российского что чё обозначает какой цвет почему бело-сине-красный или сине-бело-красный короче почему эти три цвета цвета в этом флаге и у меня там еще есть квас очакова я думала может повезть тупо и попить кваса потом очакова и он типа хороший состав я правда не знаю зачем там закваска еще и кисломолочная использована и он практически не сладкий и он мне не очень нравится вот магните продается какой-то русский чтобы квас мне понравился до этого я покупала в прилуках деревенский класс но и сама когда я делала квас на квасном сусле в общем но нет может быть делать надо бы конечно на квасном сусле но у меня сусло в городе дрожжи там же в общем как-то я не прониклась восторгами от очаковского кваса у меня уже березовый кусочек сюда упал благо на тарелку а не в суп у меня камера шесты просто на треноге вот вместе с этой как-то она у меня небольшое расстояние и я не знаю как поставить так чтобы суп все таки было видно потому что столик тут ну в общем камера где-то примерно в 60 сантиметрах от меня а может даже в пятидесяти у нас несколько дней уже такая приличная жира вчера громыхала но ничего не было позавчера громыхала и десятиминутная игра была сегодня просто немножко такой дождик микро дождик прокапал типа грибной и насчет грибов я первый свой день как сюда приехала воскресенье вечером обнаружила тут грибы 12 что ли сыроежек и пожарилась прям по лесоднике и вот и чем обнаружила за все время три валуя но мне сосед поспал что назвать валуи сначала два обнаружила потом еще один и я их и сейчас как бы отвариваю у меня каждый день по нескольку сыроежек набирается именно вот здесь присадники раньше все сыроежками блесговали когда кроме валуй трех валуев мухоморов и сыроежек больше ничего нету мухоморов тоже тут дофига но сыроежек по ходу дела все же больше получается то этот я решила что можно же сыроежки вкусное соленое я вот отваривает и хочу посолить маленькую банку тут у меня кое-где попадается куриное мясо потому что ну бульоне немножко мясо оставалось буквально микро кусочки нас больше часть соседей разъехалась я когда приехала последний день тут еще моя сестра с племянниками была ну с моими племянниками своими детьми но по какой-то причине моя сестра несколько лет со мной уже вот так это как кошка собакой причем с ее стороны исключительно хотя в детстве мы нормально общались у меня было подозрение когда она несколько лет назад своей дочке у нее старший дочка школьники не могла меня представить сказав что вот мою младшую сестру двоюродную и точно такую же троюродную она может сказать потому что это вот ее тетя потому что у нее есть ребенок а у меня нет ребенка поэтому она значит не может меня представить как тетя в чем проблема я подумала что наверное от этого у нее и пошло ну как бы я очень неконфликтный человек не так лениво и она такая оказалась внезапно двуличная она при детях соседских детях своих говорила допустим а давайте вместе с людьми вот туда-то съедим лично потом я говорила типа ты чё думала серьезно я тебя возьму я думаю блин вот ну такое вот в детстве еще как-то понятно там дети не особо умные либо жизнью не научены либо силе детства своего детского возраста не знаю как правильно себя вести а когда человеку за 40 и он тебе вот такое выдает я понимаю что возраст и мозги как бы не сочетаются ничего не говорит короче возраста мозга потому что есть и дети умные в детстве с детства а если взрослые тупые и в 80 и в 70 и в 50 и короче без разницы в каком возрасте ну и в общем она себя как-то так загадочно ведет дети соответственно ее твой перестали уже ну видать если избалованное дети то они уже их никто особо не воспитывает и всем позволяет то они дальше будут избалованными здороваться они как бы перестали но мне от этого не холодно не жалко не жарко я без их пожелания здоровья не помру или не заболею у меня тут опять и звездочка березовая упала я сейчас прервусь пойду еще супа норю и вот я снова тут супчиком так вот там еще как бы конфликт пошел такой с ее тоже инициатива у меня она в свое время без спроса взяла велосипед велосипед взяла в идеальном состоянии а вернула в раскуроченном он конечно ездить мог но там был отломан звоночек там была отломана в итоге совсем отвалилась а вот задняя такая как бы фонарик не фонарик ну фара да была покурочена вот эта тележка ну как она тележка не тележка багажник короче вот это сумочка которая одевается передний короче багажник года три что ли назад и хватило наглости мне сказать когда вот ехала и поняла что у меня сиденье у велика немножко некомфортно для меня есть стала его остановилась стала пускать она отъехала подъехала ко мне и громко так сказала что мой велосипед очень очень в ужасном состоянии и с одной стороны могла бы и ответить а я так понимаю что она хотела со мной поругаться когда человек пытается с вами поругаться могут не хватает чужой отрицательной энергии кошка ко мне идет норму иди в кадр а я проигнорировала можно было конечно ответить что дорогая сестра благодаря тебе фелик в таком плачевном состоянии но я подумала про молчишь за ума сойдет на но и потом когда ты молчишь и человек пытается всячески тебя спровоцировать на ссору при этом он тебя старше на 79 года я с 84 разница как бы пять лет то с одной стороны это даже забавно как взрослая состоявшаяся жена и мама двух детей ну даже считается что это мама двух детей или мама мама вообще то ты как бы человек состоявшийся если ты не мама и без детей значит ты вообще вот не человек да и вот этот состоявшийся человек в ее мыслях и в ей подобных пытается всячески спровоцировать на конфликт безобидного инвалида у которого нет детей который хреново видит едет на велике никого не трогает на велике который ты пока рук покурючила я просто на самом деле очень обрадовалась что нас валило в ночь на понедельник я приехала вечером воскресенье потому что во первых я боялась идти к своему родственнику мне сухари лежали с прошлого приезда на печке они уже высохли хотела ему снести думала как мне реагировать на эту мою троюродную не слегка неадекватную сестру которая со всеми моими родственниками практически вот с кем общается нормально а со мной ищет всяческий конфликт причем ее бывший муж который я как бы нормально так помогает ну нормально может может считать ну считайте вот люди развелись а он все равно приводит детей летом вместе своей бывшей женой дедушки хочешь сказать бабушкину тут только дедушка остался приводит забирает и не знаю как они там общаются мне совершенно фиолетово но он со мной здоровается он со мной как-то разговаривает совсем вот как будто ничего не было хотя мы с ним как бы не ссорились да и с ней то я как бы не ссорилась но я всегда пугаюсь когда на меня орут меня начинают трясти от ора и на меня или просто ора или какой-то не необоснованной негативной реакции мой адрес мою сторону я честно думала даже с кем-нибудь посоветоваться с той же близкой родственник которая как бы между мной и ей как между двух огней получается но с ней моя трои родная сестра очень хорошо общается со мной как как с говном может даже не как с говном может говном лучше общаются чем со мной я хотела думала как спросить ну как реагировать если мне будут опять в лицо без без ведомой причины вообще вообще без причины хамить и гадости какие-то говорить и у них пытаться унизить там или еще что-то вывести на срач как на нее реагировать и думаю ну ладно я подожду когда она уедет и снесу эти сухари деду у него курица собака это все это если вопрос про сухари возникает потому что даже года два назад у меня родственники приезжали они пчелами не торопились оставили сухари сказали могли забыли занести деду занеси она сидела вместе своими детьми дома там что-то готовила я с ней поздоровалась с ними поздоровалась я считала что вот родственники передали сухари деду и на меня так набросились то есть ей только повод да и там вот что чего-то я тут обнаглела принесла какие-то сухари кому они тут нафиг нужны я говорю кулицам деду даже не я а передали родственники и я вот просто не знала как на нее реагировать ну и соответственно туда не сувалась я думаю хорошо что у нас ключ от дома был враг был ближней досягаемости и не надо было идти к деду за этим ключом как обычно бывает чаще всего так какая-то фигня волосы залезла волосы тут летают мелкие на планшете даже садилась меня ведь пишутся нам пишется пишет а просто тут отвечивает и не очень вижу хоть оттуда шивается понизу меня там еще на тарелку я думал мне хватит зеленый с молоком второе мне как бы есть там фалатик но мне что-то хотелось горохового супа я мужа получила так что пару дней он стоял в холодильнике его даже не трогала вчера у меня там были овощи которые выглядят медленного арки которые выглядели как суп практически как щи с кабачком на легком бульоне мясном потом этот ну просто оставался бульон пельмени я думаю блин можно было еще уборить пельмени я думал он же как бы практически мясной у меня как-то воды колодичной маловато было жарко было думаю а чё это сделаю пельмени ну смысле эту овощи на нем и нормально так вышло может тонить позорадствовать я потому что как-то ткнулась рандомно на форуме долбоклюев которые меня иногда обсуждают там их тема что ли было это то ли кулинарная тема то ли еще что-то и я туда ткнулась но думаю может что-то интересно подцеплю а там они обсуждали какую-то блогерфу которая на бульоне от племеней варит сука думал в чем проблема я думаю тоже пару раз так делала думаю чё же я теперь не человек что ли ну что типа вот она такая бедная и варить на бульоне от пельменей суп если пельмени самопальная или там вот проверенное хорошее такие вот это мелкие пельмешки с мясом кролика из ермолина я покупала сама 400 чем-то за килограммом мои родственники вот тоже покупали как раз и привозили вкусно очень и там понятно видно что хорошее нормальное качество у меня никаких дискомфортов не было ни оттущения пальмового масла допустим каких-то ешек чесодочных потому что некоторые продукты у вармолина действительно оставляют желать лучшего по составу а некоторые действительно хорошие я думаю и что такого если у вас есть возможность там есть какую-нибудь говядину эту мраморную или еще что-то каждый день варить там суп не знаю из чего жрете вы из золота и серебром запиваете и серебром помогаете себе или там что-нибудь таким запиваете то короче я пофигевала пунду мачо я фигевая тоже форма людей с отсутствующим с легким отсутствием мозга либо присутствием этого мозга но не умением в этот мозг я бы даже не удивилась если моя отраю родная сетра сидела на подобном форме и мыло мне кости вот эти березовые штучки может конечно не вариант в чай пальцем суваться чтобы их достать у меня там есть карамельки и конфетки и мед и варенье и даже этот прянички и печенье какое-то но есть чем пить но что-то мне хочется вот чая просто с молоком да спасибо они за донат я в каком-то видео уже говорила на его еще не монтировала а я вчера поперла себя на пруд с этой камерой мне услышала звуки думала что оси шастают оказалось это утки походу шарахались и сегодня ночью какая-то уточка я уж не стала выходить потому что уже как бы темно было конкретно так кошки еще орали и моя дуринка сегодня ночь со мной провела вечером приперлась часов в семь может где-то спала короче и я проснулась хоть уснула поздно читала проснулась около половины десятого и она где-то до одиннадцати сидела дома потому что жарко очень в избе было почти 22 градуса на улице половине десятого было уже 27 ну я как бы думал если утром встану то пораньше часов восемь то доеду до степанова мне племянник сделал мой велосипед вообще неожиданно ну и короче говоря этот на поле куда ездила там меня предупреждали что возможно там шарахат что и там тоже шарахаться медведь я увидела там следы лежанок черной смородины было с кузьки нос буквально 10 ягод она поздняя были даже недозрелые ягодки красной смородины в этот раз вообще не было ну кусты как бы старые в принципе даже не удивительно что возможно могло бы быть не я не было бы ягод ну и в общем я в сторону степанова в этом году еще не ездила там как раз смородина возможно и она уже опала конечно я не помню какая она поздняя как в прошлом году ее когда собирала в общем я хотела до туда съездить потому что днем очень жарко вчера даже жарче было чем сегодня но если завтра встану пораньше проснуть сама без будильника то съезжу можно в принципе даже сегодня было бы съездить но что то я уже как-то не собралась и думаю лучше тут посидеть шорсы помонтировать может подклинить что-нибудь вот солнышко обратно выходит пока солнышко нету тенеку 27 градусов полностью нормальная а когда солнышко выходит эти 27 градусов уже как-то как-то жарко вот кошка я вот ее вижу она сидит в траве вчера приволокла мышку позавчера она трех мышек словила так вот аня спасибо за донат у меня что-то сбербанк через раз то показывает имя кто прикинул мне монетку кто ничего вообще не показывает ох я может поверну камеру сейчас покажу что там сзади не е наверное все спасибо зритель за просмотр я надеюсь ты пожрал но если ты хочешь так же как аня поддержать меня ну и те люди которые меня поддерживают периодически монеткой то где-то тут будет вот здесь наверное облачко я поняла что вот у меня на планшете оно как-то зеркальное… не зеркальное короче я показываю вот здесь, а на планшете, слева а на планшете оно выглядит как справа не знаю как на камере наверно нормально будет вообще если тут момент оседания то не помените я поменяла теперь оно так называется зеркальное, когда вот смотрите да зеркальное теперь оно камера куда-то сморит я на нее смотрю Она смотрит как-то по диагонали, но при этом я в кадр тоже попадаю. Планшет сейчас отсвечивает, мне совершенно прикует, тут солнце пошло. Короче, зритель, где-то тут будет облако, если решишь поддержать канал, то я буду тебе благодарна. Если, кстати, ты любишь кефирчики натуральные, ищешь закваски, то по коду AIVA FOREVER получишь 10% скидку на продукцию Багдраф. Ссылочка в инфобоксе, да, немножко рекламы. Если ты ищешь какие-то супер-бады, кстати, надо будет сейчас съесть кинка, белоба и ботукола отдельная, обзор на него есть от фирмы GLS, фарма-стютикал, российская, кстати, продукция, то ссылочка в инфобоксе ты можешь получить 25% скидку на любой заказ. А также там ссылочка есть на Озон, там то ли скидочка тебе будет, то ли баллы какие-то бонусные придут. Так, ну еще, наверное, я, если будет настроение, погода и так далее, я как бы что-нибудь еще тут поем, пока тут в деревне еще на улице. Поэтому, может быть, еще что-то такое запишу. В общем, пока тебе, зритель!